Добрый день! С вами Наталья Рожнова, вы на канале Натали Той Джой. В прошлых двух видео я вам показала как вязать тело мышек и одежду, платье для девочки и свитер для мальчика. А сегодня вы увидите как связать ушки, хвостик и носик для них, а также как пришить все детали к игрушке. Начнем с ушек. Берем пряжу серого цвета. Первый ряд 6 столбиков без накида в кольцо амигуруми. Накидываем пряжу на палец, набираем одну воздушную петлю и провязываем в кольцо 6 столбиков без накида. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Затягиваем кольцо так, чтобы не было отверстия. И прокладываем нить контрастного цвета. Второй ряд 6 прибавок, то есть в каждую петлю предыдущего ряда вяжем по два столбика без накида. При этом хвостик от кольца амигуруми ввязываем в этот ряд. Третий ряд 1 столбик без накида. 1 прибавка, повторить шесть раз. Четвертый ряд. 2 столбика без накида. 1 прибавка, повторить шесть раз. И последний, пятый ряд. Три столбика без накида, 1 прибавка, повторить шесть раз. В конце делаем один соединительный столбик в первую петлю предыдущего ряда. Все связали ушко, обрезаем ниточку, оставляя хвостик для пришивания ушка в голове. Нить контрастного цвета можно вынуть. Вот такое ушко получилось. Необходимо связать второе, такое же ушко. Ушки готовы. Теперь свяжем хвостик. Берем опять же пряжу серого цвета. Первый ряд. 5 столбиков без накида в кольцо амигуруми. Затягиваем кольцо так, чтобы не было отверстия. И вяжем 19 рядов по 5 столбиков без накида в каждом. В конце делаем один соединительный столбик. Все, связали хвостик. Обрезаем ниточку. Вот такой тоненький длинный хвостик у нас с вами получился. Ну и осталось связать только носик. Берем пряжу серого цвета. Первый ряд. 4 столбика без накида в кольцо амигуруми. Затягиваем кольцо так, чтобы не было отверстия. И прокладываем нить контрастного цвета. Второй ряд. 4 столбика без накида подряд без изменений. Третий ряд. 4 прибавки. Четвертый ряд. 8 столбиков без накида без изменений. Пятый ряд. 1 столбик без накида. 1 прибавка. Повторить 4 раза. И последний, шестой ряд. 12 столбиков без накида подряд. В конце делаем 1 соединительный столбик в первую петлю предыдущего ряда. Все. Обрезаем ниточку, оставляя хвостик для пришивания носика к телу игрушки. Вытягиваем нить. Нить контрастного цвета можно вынуть. Хвостик от кольца амигуруми спрячем внутрь. Вот такой маленький остренький носик получился. Теперь необходимо вышить черной пряжей кончик носа. Для этого складываем носик пополам. Вставляем черную пряжу в иглу. Делаем узелочек. И начнем вышивать. Вставим иглу в деталь. Выведем в первом ряду снизу. И начнем обшивать первый ряд носика черной пряжей стежками, расположенными очень близко друг к другу, чтобы не было просветов. Сначала я это делаю с одной стороны, а потом перейду на другой бок. Вот я одну половинку носика обвязала черной пряжей. Теперь перехожу к другой половинке. Посмотрите, как получилось. Вот так я вышила кончик носа черной пряжей. Теперь можно снизу делать узелочек и вводить иглу внутрь носика и обрезать ниточку. Вот такой носик получился. Я его не набиваю наполнителем. Таким образом мы с вами связали все детали для будущей мышки. У нас есть тело с одеждой, есть два ушка, есть хвостик и носик. Займемся сборкой игрушки. Сошьем все детали вместе. Сначала пришьем носик к игрушке. Для этого сложим его пополам и присоединим к голове игрушки непосредственно под глазками. Вот таким образом. Теперь начнем пришивать носик по форме овала. Не по кругу, а по форме овала. Для этого будем захватывать петельку тела и петельку носика последнего ряда. Затягивать ниточку. И таким образом будем действовать до конца, пока не пришьем весь носик. в конце делаем ушки. Узелочек и прячем ниточку внутри игрушки. Вот так мы пришили носик. Можно его немножечко подогнуть наверх, чтобы он был более красивее. Теперь займемся ушками. Присоединим ушки к голове английскими булавками. по бокам. Я присоединяю на глаз. Смотрю, чтобы они были ровно расположены относительно тела, относительно головы. Если мне нравится их место расположения, я пришиваю. Пришивать будем по нижнему краю. Делая несколько стежков. Причем основание ушка должно быть пошире, чтобы оно не загиналось. Ни в одну, ни в вторую сторону, а стояло ровненько. Начнем пришивать. Вставляем хвостик в иглу. Отогнем ушко и начнем пришивать. Опять цепляемся за тело и захватываем петельку ушка. Пришиваем по прямой линии. Смотрим, как у нас пришито ушко. Я пока ниточку не буду обрезать. Пришью второе ушко. посмотрю, правильно ли и ровно они в итоге пришиты. И только после этого буду обрезать и прятать хвостик. Таким же образом пришиваем второе ушко. Вот я пришила второе ушко. Смотрим, как они расположены. Теперь можно делать узелочек и прятать хвостики внутри тела. Ушки пришиты. И осталось нам только заняться хвостиком. Вставляем ниточку от хвостика тоже в иглу и будем пришивать его. Присоединим хвостик к телу под платьем там, где у нас переход от розовой к серой пряже. И начнем пришивать. Пришиваем просто по кругу хватаясь за петельки тела и за петельки хвостика. Все, хвостик пришит. Делаем, как всегда, узелочек и прячем ниточку внутри тела. Вот так мы пришили хвостик. Вот мы и закончили с вами вязать таких замечательных пухленьких мышат. Мышку мальчика в зеленом свитере и мышку девочку в розовом платье. В следующий раз я вам покажу, как мышек превратить в кошечек. Если вам понравилось вязать со мной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Вяжите с удовольствием. До новых встреч!